Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я замужем 10 лет, муж игроман. Ставка проиграла огромные суммы его мамы 7 на 4 года, которые изначально меня не влюбила и соответственно всех родственников настроила против меня. Получается, в эти годы жила в вещи негативы со стороны родственников мужа и с финансовыми проблемами. Муж проигрывает все деньги заработанные, еще и в долгах. Получается, семью тяну только я. Квартиру купила, но должна жить с его мамой, потому что она старенькая, но в этом доме мне очень плохо. Да и муж уже живет вроде в семье, но я не чувствую его присутствия, нет ни поддержки, ни тепла, ни внимания, ни долги, и проблемы. Пришел уехать в стол от всего. Муж как узнал, сказал, что без меня не сможет, кто будет его маму смотреть, когда он будет на лаксе. Говорит, она умрет, я буду виноват. Он не играет. С его слов уже 3 месяца, но я не верю, знаю, в любой момент он может сорваться. Мне нужно поднимать детей, я знаю, что одна справлюсь, учитывая, что все эти годы он ничем не помогал. Но у меня грызет совесть изнутри. Подозреваю, у себя созависимо запутал о своих чувствах, но так жить я больше не могу. В последнее время сил нет вставать, хочется только лежать и плакать. Ну, я думаю, что основной момент, то, что вас грызет совесть, это, конечно, некий такой конфликт, в котором вы оказались. То есть, это конфликт, когда, с одной стороны, есть подавляемая злость на матче, которая, очевидно, как-то нарушает личные границы ваши и в целом доставляет вам дискомфорт и, в том числе, как-то вас задевает. Из-за чего вы не можете выбрать правильную модель поведения с ней. Потому что у вас есть переживания, которые не прожатые в отношении нее. С другой стороны, очевидно, что это желание сделать что-то хорошее для человека, который все-таки, несмотря ни на что, вам не чужой. Здесь необходима оптимизация, здесь необходим поиск какого-то адекватного подходящего решения, чтобы, ну, можно было, так сказать, вашу совесть успокоить, грубо говоря. Вот, я думаю, что, в общем-то, ну, психотерапия, да, она, вот, вам, в принципе, в этом смысле могла бы помочь и могла бы, ну, могла бы дать вам необходимые возможности. Что касается, что касается созависимости, о которой вы говорите, то здесь, конечно, нужно смотреть, потому что созависимость характеризуется рядом признаков, вот. Вы, если не сказали о созависимости, то сказали о ней как-то косвенно, я бы, ну, я бы так это, я бы так это обозначил, вот. И, соответственно, сейчас, ну, говорить о том, что у вас прямо-таки вот созависимость, да, ну, я, наверное, не мог бы. Хотя есть, безусловно, какие-то основания, почему вы с человеком, да, вот, который, ну, который ведет себя вот таким образом, и вы, условно говоря, там, все это терпите, да, и, там, получается, как-то со всем этим, ну, миритесь, вот. Вот, и как будто бы вот в время чего-то ждете и так далее. Вот, я думаю, что это, конечно, требует какого-то внимания, да, с нашей стороны, это требует какого-то, ну, какой-то проработки в любом случае. Вот, дальше, вы говорите, ну, вы просите совет, а психологи советов не дают. То есть, это вот, ну, такой очень важный момент, да, вот, что вот психологи, психологи не дают советов. Мы, ну, мы не даем советов, вот. Мы все-таки больше помогаем, наверное, человеку себе разобраться, вот. Поэтому давайте как-то вот все-таки в этом, ну, в этом направлении все же и будем двигаться, да, то есть, поможем вам разобраться, значит, в, ну, вот в этой ситуации, да, и поможем, поможем вам, значит, посмотреть, да, ну, чего вы хотите, да, как вы хотите и, значит, найти для себя, ну, какой-то вот такой, ну, компромисс, компромиссный вариант, да, который бы мог, значит, ну, вас, образно говоря, устроить. Да, работа с личными границами, то, что вы, вот, говорите довольно много о том, что, значит, ну, что вы, что вы, что вы вынуждены, вот, конечно, это, ну, создает вот такое ощущение, да, это создает такое ощущение, что он, вы действительно находитесь в созависимости, ну, хотя бы потому, что ваш муж завис, вот. Что касается самого мужа, который говорит, что он уже три месяца не играл, и то, что вы, ну, боитесь или боитесь, опасаетесь того, что он снова начнет в любой момент играть, тут, я думаю, вы совершенно правы, это действительно может случиться, я думаю, что лучшим способом, вот, ну, понизить вот эту вот вероятность, это все-таки обращение мужа к специалистам, да, в том числе к специалистам, там, ну, с медицинским образованием, да, чтобы, ну, чтобы помогли, вот, и чтобы, ну, чтобы стабилизировали его состояние, да, чтобы стабилизировали его психику, вот, что нужно понять, что им движет, когда он играет, потому что, ну, совершенно очевидно, что здесь есть, вот, какая-то его потребность, которую он пытается реализовать, только вот, что это за потребность, вот, это, конечно, пока что на сегодняшний день вопрос, это вопрос, скажем так, на который еще предстоит найти ответ. Вот, поэтому то, что он обещает, то, что он говорит, хорошо, но, так извините, давайте, ну, зачем верить, да, зачем верить, когда можно, в принципе, вот, просто, там, начать какую-то работу, да, то есть начать просто, ну, что-то делать, условно говоря, для того, чтобы, вот, в подобной ситуации ну, не было, да, вот, и все, то есть я не вижу, я не вижу здесь каких-то проблем, просто вот ставим человеку определенные условия, условия, да, если вот, ну, в такой ситуации, в такой ситуации мы оказались, вот, ставим человеку условия, говорим, что нужно делать, смотрим, как он делает, вот, смотрим, смотрим на то, значит, ну, что в итоге получается, да, то есть, вот, и все, в общем-то, поэтому я, честно говоря, вот, не вижу здесь какой-то, какой-то, такой, прямо, вот, серьезной сложности, да, в том, чтобы, как-то, ну, как-то, вот, его, там, ну, грубо говоря, проверить, я не вижу абсолютно никакой сложности, вот, обмануть в этом, ну, на мой взгляд, довольно сложно, довольно сложно обмануть в этом, вот, поэтому я думаю, что этот вопрос, вопрос, ну, решается, этот вопрос решается, решается он, Если не просто, то по крайней мере, ну знаете как, последовательно да, вот этот вопрос решается, как-то так, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи.